приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня с вами в этом видео мы уделим внимание еще одному великому празднику который мы с вами празднуем сразу же после святой троицы это день святого духа еще этот день называют как духа в день давайте поговорим о том что обязательно нужно сделать в этот день чего категорически нельзя делать так же как нужно в этот день приветствовать и что говорить для того чтобы вашей жизни все сложилось самым наилучшим образом итак друзья день святого духа или духа в день это один из главных праздников православия почему вы спросите дело в том что именно этот праздник установлен честь святого духа который сошел на учеников иисуса христа считается что это знаковое событие и положило начало истории восстановления христианской церкви праздник принято отмечать на пятьдесят первый день после пасхи и в этом 2024 году мы с вами будем отмечать день святого духа именно 24 июня вы должны понимать что день святого духа является прямым продолжением праздника святой троицы до его дата скользящая и православие отмечается на пятьдесят первый день после пасхи поскольку дата всегда выпадает на первый день недели часто называют понедельник как понедельник святого духа или духов понедельник также если в троицу мы сами празднуем сошествие святого духа на землю и как следствие от доказательства триединства божьей сущности то на день святого духа мы чествуем самого же святого животворящего духа и конечно же день святого духа это церковный праздник который традиционно продолжает торжества в честь святой троицы или по-другому ее еще называют пятидесятница она начинается в троицкую родительскую субботу и продолжается в святую троицу и завершается в день святого духа в троицу принято вспоминать сошествие святого духа на учеников христовых чтобы они могли начать рассказывать людям о сыне божьем о его страданиях и его воскресении сошествие произошло на 50 день после пасхи и все верующие в это время славят единого бога в трех ипостасях бог отец бог сын и бог святой дух три лика одного бога называют святой троицы так когда дух сошел на апостолов христовых они начали говорить на разных языках тем самым проповедуя христианство по всему миру именно поэтому троицу считают и рождением православной церкви православного праздника посвященного святому духу сошедшему на апостолов нет четкой календарной даты но есть духовная привязка его отмечают сразу после троицы поскольку пятидесятницу празднует на 50 день после пасхи светлого воскресения христова духа в день или в день святого духа на 51 день это напоминает всем нам что кстати мы с вами отмечали пасху и теперь нам стоит встретить день святого духа которая от него открывает неделю по празднества которое завершится как отдание праздника святой троицы и в любой другой церковный праздник день святого духа главной составляющей является молитвам в это время в храм приходят даже не воцерквенные люди многие говорят что оказывается в церкви по велению души на троицу храмы выглядят особенно празднично стены пол украшают живыми березовыми дубовыми веточками пол свежей травой праздничное убранство остается на всю следующую на троицу неделю в том числе и на день святого духа священнослужители в это время совершает праздничные богослужения в облачениях зеленого цвета накануне день проходит в проходит вечерний и с праздничным богослужением символизирующая начало праздника прихожане и священники стоя на коленях торжественными молитвами призывают святого духа на следующий день проходит праздничная литургия после нее и проповедь в ходе проповеди священники поздравляют прихожан с праздником верующие люди поздравляют друг друга просто если следующими словами днем днем святого духа именно как праздники как видите слова простые но смысл достаточно большой главное чтобы были хорошие пожелания в этот день вошли от всего вашего чистого сердца что же можно делать на духов день следующий день после троицы это благоприятное время для многих дел согласно народным поверьем вот что рекомендую сделать в этот день постарайтесь сходить в храм на богослужение поставщику поставьте свечку за упокой души усопшего принесите в церковь березовые веточки и считается что с ними придет и в дом благодать постарайтесь в этот день умыться утром а росой или колодец на или водопроводная водичка к кому у кого как получится это к здоровью и к сохранению молодости также не забудьте собрать цветочки травы чтобы их засушить ведь что в духа в день все растения наделены особой целительной силой искренне от чистого сердца можно подарить что-то неимущим заняться волонтерством благотворительной деятельностью молодым девушкам можно сплести венки отправиться в ближайшему водоему бросив венок в воду и смотреть не утонет ли венок если остался на поверхности то ждите счастье и скорого супружества если пошел ко дну то к сожалению это горестям и болезням что же нельзя делать в день святого духа вы знаете народные приметы к сожалению или к счастью зачастую бывает довольно суровый но расскажем о наиболее распространенных запретов на в духа в день и так по возможности в этот день день святого духа 24 июня не работаем с духа в день это на сами понедельник и считается продолжением троицы по большим праздником как вы знаете работать нельзя это грешно не стоит в этот день заниматься домашними делами мыть посуду шить вязать по тем же причинам до исключения составляет приготовка еды на но под запретом и работы в саду и в огороде нельзя в этот день нести мести пол иначе вместе вместе с тем что вы выметаете мусор можно и радость из дома выместе наши предки верили что в этот день не слегают не следует бегать иначе можно убежать от собственной судьбы тем самым навредив себе нельзя никому и отказывать гостеприимстве иначе весь год деньги водиться не будут не стоит в этот день ходить на кладбище поминать покойных можно церкви по себе посетить могилу стоит именно посетить могилу стоит именно в троицкую родительскую субботу это день накануне святой троицы и обращаем ваше внимание что в этот в этом 2002 чертом году вселенская родительская суббота у нас с вами два состоится 22 июня многие спрашивают люди а почему нас святой в духа в день нельзя трогать землю знаете народные приметы суеверия традиции связанные землей возникли очень давно еще даже в дохристианские времена после крещения руси они правда изменились но они все равно при обрели привязку к христианским праздникам частности в троицу и в день святого духа и один из главных суеверия оформлялась в интересную поговорку что на духа в день земля именинница и считал что земля праздную день своего рождения ведь посевные работы как раз закончились и скоро будут новый урожай а сейчас земле считается нужен отдых поэтому наши предки в этот день день святого духа никогда не пахали не копали не баранили и ничего не засевали верили в то что если нарушить это правило можно на год без урожая остаться поэтому выражение трогать землю в этом смысле не буквально касаться руками почвы никто не запрещает а вот именно работать в саду в огороде в этот день это все-таки плохая народная примета примета поэтому постарайтесь лучше уделить внимание себе своей семье далее нужно ли поститься на день святого духа очень важный вопрос день святого духа обращаем ваше внимание не выпадает на пост более того его всегда в празднуют в понедельник а значит традиционные воздержания в пище которые соблюдают верующий по средам и пятницам здесь тоже не нужны на праздничный стол как и на троицу можно ставить все и мясо и рыбу и молоко но все-таки мы рекомендуем вам воздержаться от переедания и злоупотребления алкоголем как и впрочем в любой другой день многие задаются вопросом а можно ли убираться в день святого духа если обратиться к православным писанием то там нет каких-либо запретов связанных с этим днем верующие люди уверены что духа в день и троица это святые праздники и заниматься бытовыми делами нельзя все свободное время лучше всего уделить молитве и походу в церковь если же есть острая необходимость проведения уборки то наверное серьезного греха в этом нет далее можно ли стирать в день святого духа вы знаете все церковные праздники для верующих людей являются красными днями календаря при этом это у нас сами на протяжении которых все время необходимо посвятить себя походу в церковь изучению слова божьего молитве поскольку стирка не является срочным делом рекомендуется отложить на другое время другое время перечень того что сделают в духа в день это не стоит уделять внимание стирки кроме того по поверьям из рек где раньше стирали вещи выходят лешие русалки и другая нечисть кроме того считается что стирка может смыть все счастье обратите на это внимание далее можно ли мыться в день святого духа вы знаете если у вас нет явной необходимости то от водных процедур все-таки следует отказаться почему спросите вы согласно народным поверьям неделя которая начинается в день святого духа называется русалочной поэтому праздник русалки ведут активную деятельность и могут утянуть человека под воду поэтому купаться в открытых водоемов все-таки нельзя но чтобы день сошествия святого духа прошел без происшествий люди завязывали на деревьях которые располагались близко к купальному месту полотняные ленты они служили таким вот знаете неким откупом для русалок также многие задаются вопросом а можно ли садить день святого духа вы знаете вы должны понимать что утром на землю спускается святой дух и находится на ней в течение всего дня поэтому с древних времен считается что в праздник рекомендуется ходить по земле босяком а вот работать на огороде собирать урожай категорически запрещено день святого духа у славян подсчитается как именины земли поэтому важно беречь ее и выказывать свое почтение и уважение далее можно лишить в день святого духа и получается что в этот день не предназначен для какой-либо работы и свободное время все-таки нужно молиться господу богу люди которых интересуют можно ли вышивать в этот день в день святого духа и заниматься другими видами рукоделиями стоит знать что работа в этот день все-таки нежелательно но если у вас возникла необходимость пришить пуговицу то все-таки можно это сделать в этом деле важно не впадать в крайности так после посещения богослужения утром или во второй половине дня все-таки можно заняться такими делами обращаем ваше внимание что с древних времен люди обращали внимание и на изменения погоды по которым судили о событиях будущего если в духа в день идет дождь значит летом и осенью можно будет собрать большой урожай грибов и в этот церковный праздник было благим предзнаменованием но при этом считалось что такое что такая погода сохранится еще на шесть недель дождь на духа в день сулил теплую погоду летом и осенью если разыгралась гроза и видно молния это хороший знак указывающий на то что земля прогоняет злых духов также в этот день были и особые денежные народные приметы так чтобы улучшить свое финансовое положение в этот праздник не оба необходимо обязательно проявить всю свою щедрость выходя из церкви после службы следует подать нуждающимся денежку народные приметы в день святого духа указывает что в этот праздник матушка земля открывает человеку все тайны и можно найти даже клады так говорили наши дедушки и бабушки древние времена славяне после посещения храма и молитвы святому духу ходили искать клады для чего они преподали к земле свое ухо также мы хотим предложить друзья обряд который можно провести только день святого духа это достаточно уникальный обряд и его право для того чтобы подняться по карьерной лестнице по карьерной службе состоит данный обряд следующем вам необходимо взять три кусочка бересты с молодой березки сделать это надо чтобы в день святого духа и далее вам нужно в духа в день на этом бересте необходимо написать имя человека которому действительно нужен карьерный рост и вот именем начертить далее святой крест при том сказать следующие слова друзья эти слова будут в описании к этому видео мне захотим заострять ваше внимание ваши в этот же день надо одну берестянную бумажечку пустить по воде другую зарыть в земле и на третью привязать к дереву в лесу и за и самое ближайшее время вашей жизни обязательно могут произойти изменения ну а те для тех кто засиделся на своей работе или те кто ожидает карьеры но что-то не так происходит постоянно в день святого духа вы можете провести обряд на здоровье для этого снимите обувь и босиком ходите по чистой земле около 5 минут проговаривая определенные слова друзья опять же который мы вам оставим в этом видео вот такой у нас с вами друзья день день святого духа 24 июня мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогает жизни прямо сейчас друзья ставьте лайк этому видео обязательно подписывайтесь на наш канал но прямо сейчас на экране друзья вы видите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео